Верьте в этот метод. Он практикуется веками, тысячелетиями. Люди это делают. Самое главное, надо понять принцип, что человек не может сам молитвой победить судьбу. Он должен на кого-то опираться. Как только ты начал думать о проблеме во время молитвы, ты проиграл. Во время молитвы надо думать об алтаре, слушать тех, кто молится вместе с ними и думать только о молитве. И желание думать о проблеме должно начать гаснуть в какой-то момент. И когда ты чувствуешь, что тебе уже не хочется думать о проблеме, значит она начала таять, значит проблема уменьшается. И она сначала тает, у тебя будет в сердце. Ты почувствуешь, что все будет хорошо сначала. Муж перестанет пить. Это первое, что произойдет. Может быть несколько месяцев понадобится. Но он как пил, так и пил. Ты думаешь, что это какая-то иллюзия. Вроде бы я чувствую, что он должен бросить. А он как пьет, так и пьет. Ничего не меняется. Вторая стадия. Ты молишься, у тебя в сердце все хорошо. Думаешь о Боге в болтаре. И в какой-то момент ты попытаешься подумать о муже, который пьет. Чувствуешь, думать о нем становится легче. А до этого тебе думалось о нем с болью. Так начинается вторая стадия победной судьбы. Человек уже чувствует, что ему легко, легче, легче думать о нем. А потом становится легче с ним говорить. Потому что, когда женщина говорит с пьяницей, она всегда страдает. И речь ее наполнена болью. А на второй стадии победы над судьбой, она сначала думает о нем уже спокойно. А потом, когда говорит с ним, она не страдает. И в это время, когда она говорит с ним, с любовью, эти слова начинают входить в него. Потому что, если ты, простив человеку, с любовью что-то ему говоришь, это входит в самую глубину его существования всегда. Это меняет всю жизнь человека полностью. И на третьей стадии, в это время, когда ты ему говоришь, он говорит, ну сначала ничего не говорит, просто молчит. Делает вид, что не слышит. Ну с любовью говоришь, ему говоришь. И потом он начинает резонировать с тобой, говорит, ну да, конечно, я плохо, что я пью. Я не могу ничего с собой сделать. Жаловаться тебе начинает. То есть у него включается совесть у этого человека. Значит, процесс пошел уже на третью стадию. То есть он начинает рассуждать по поводу своего пьянства. Говорит, что у него такая судьба, ничего не сделаешь. Начинает понимать причины, почему пьет. Раскаивается. И это его беседа с самим собой заканчивается тем, что он говорит, надо бросать. Принимает решение, но бросить не может еще. Так продолжается третья стадия. Он начинает разворачиваться с того момента, когда он говорит, надо бросать, но бросить не может. Потом он начинает интересоваться жизнью постепенно. И все время в это время сильно раскаивается, страдает сильно. А женщина, которая молится, уже давно не страдает. Она нормально живет, счастливо, несмотря на то, что он пьет. И на третьей стадии постепенно он сначала начинает что-то делать полезное для других. А потом постепенно, незаметно уменьшается доза спиртного. И в какой-то момент он просто забывает, что он пьет. А если человек сам начал слушать лекции, вообще чудеса происходят. Я проводил статистику, исследование. Оказывается, всего 10-15% людей резко бросают пить просто усилием воли, слушая лекции. А все остальные просто забывают, что надо пить. Вот реально работая над собой, занимаясь, они просто вот, реально человек забывает, что ему надо выпить. И как-то это его из жизни, из его жизни просто уходит. Вот поднимите руку, у кого это просто из жизни ушло незаметно и все, и до свидания. Есть такие? У кого курение просто ушло из жизни незаметно? Ну, пожалуйста. Вот это и есть правильный метод. Не надо насилие над собой совершать. Надо, наоборот, говорить себе, хочешь, покури. Хочешь, выпей, нет проблем. Говорить себе надо так. И слушать лекции, работать над собой как можно больше. Здесь выбора нет. Хочу, не хочу, надо на природу бегать. Хочу, не хочу, надо людей любить, всем желать счастья. Хочу, не хочу, надо обязательно лекции слушать, наполняться изнутри. Хочу, не хочу, надо молиться. А вот пить, хочешь, выпей. Не хочешь, не пей. Такая система. И все. Когда ты не паришься, то этот злой дух уже не может тебя трогать. Потому что он всегда трогает человека. Или с негативной точки зрения, или с позитивной. Например, тебе нравится пить, тебе нравится пить. Мне не нравится пить. Человек, мне нравится молиться, желать всем счастья, всех любить, прощать. Мне нравится, а пить не нравится. Хорошо, тогда тебе не нравится пить, не нравится пить. Но ты будешь пить, не нравится пить. Да мне не нравится и не нравится, мне по барабану. все дух хватает человека всегда или за нравится или за не нравится и люблю или ненавижу тогда входит злой дух человека и люби этого человека или ненавидь этого человека а мне просто все равно я как-то не интересуюсь уже этим вопросом пью я или не пью потому что я знаю точно что рано или поздно и вообще просто забуду об этом брошу так сказал олег геннадьевич почему он так сказал потому что он написал диссертацию которая исследовал около тысячи человек из них из этих тысячи человек около половины или когда начали слушать лекцию через два года 50 процентов из них полностью бросили пить остальные 50 процентов начали бросать уже вот и все то же самое пример такая же статистика с курением работает как часы понимаете поэтому не надо вообще беспокоиться о своих вредных привычках о своим плохом х олег геннадий у меня такой плохой характер не думайте так много себе просто делайте добрые дела соединяйте себя с природой соединяйте себя с хорошими людьми желайте всем счастья любите всех у нас есть клубы благо здесь три клуба благость тушку клуб благость собираются люди деву добрые дела ходят там помогать всем собирать мусор в городе там заботиться о нищих там а престарелых лекции обсуждают как правильно жить каждого своя вера никто не лезет в этот вопрос вот они это межконфессиональный клуб благость всех вер приходят люди все каждый свои веры вот и радуйтесь будьте вместе объединяйтесь если у вас есть вера объединяйтесь там с людьми которые ваши вере находится может быть ближе к храму надо быть человеку тогда в этом случае наставника искать себя в жизни не забывайте что если у вас усталость постоянная если вам тяжело жить значит вам не хватает контакта с природой заставляйте себя если хотя бы на месте если вы как говорите некуда бежать хотя бы на месте всегда можно найти где бегать мы с максимом вот тут где мы живем там речка течет там заросли какие-то потом зарослих обнаружили тропинку доли речки ну и бегаем по этой тропинке туда-сюда туда-сюда так классно отлично везде можно найти природу людей хороших можно найти везде давайте немножко я поговорю с вами о том что я не закончил вчера человек должен учиться слушать святость или старших надо учиться верить застыть слушать с верой лекции слушать духовную музыку она не интересна сначала духовной музыкой потому что она соткана из эмоции определенной которые люди боятся в свое сердце принимать эта эмоция одна и та же во всех традициях духовных давайте послушаем ну разные веры послушаем традиции молитвы хотите нет посмотрите примерно одно и то же это эмоции он даже ее могу объяснить ну рассказать как она выглядит эта эмоция такая когда человек с богом контактирует он одновременно печали находится в радости слабости и в силе то есть он чувствует себя слабым но он в это время очень сильный он печалится на самом деле радуется и это все в голосе есть то есть не с несопоставимый ну то есть вещи которые не могут объединиться объединяются в нем в этом голосе и этот голос поэтому такого человека который молится он ну как бы трудно перевариваемые сначала то есть нужно совершить аскезу над собой чтоб начать слушать а потом когда начинаешь слушать оторваться уже не можешь потому что он начинает менять жизнь поэтому не бойтесь включаться когда эстрадную музыку слушаешь сразу отключаешься потому что она соткана не за стеза из бадил балдежа допустим вот я приведу пример допустим когда человек подходит к тебе говорит я хочу кое-что сказать бывает такое ко мне часто после лекции люди подходят олег геннадий я вам хочу сказать очень важную вещь меня уже колбасит как бы и тяжело я убегаю убежать уже хочу потому что это напрягается ситуация напрягается нагнетается олег геннадьевич вы изменили всю мою жизнь и когда слушаешь человека постепенно раз начинается тепло любовь в сердце потому что когда очень сильные эмоции то это всегда надо принимать тяжело надо заставить себя точно также молитвы боится люди боятся чё это такое не надо это слушать не бойтесь это как любовь признание в любви молитва это как признание в любви сначала тяжело слушать потом классно нужно просто заставить себя ну вот допустим еврейская молитва не в этом тель-авиве подарили потому что не принято еврейские молитвы не принято выкладывать как бы на показ на эти пьяли слова знаете как переводится входит любимый к Богу вращается и поет я уже иду к тебе мой господь уже иду к тебе любимый такая любовь такая к Богу или вот другая как бы эмоция силы победы величия Величие, вера, которая делает людей непобедимыми. Их никто не может победить, этих людей, которые так верят в Бога. Но это не значит, что надо всех убивать. Стал непобедимым, люби Бога, и надо насилие не делать свежих. Сейчас эта религия проходит очень большие испытания. На долю людей этой веры сейчас много страданий выпало. У них гибнут много очень. Мы должны, весь мир должен сейчас помолиться за мусульмана, чтобы они выдержали эти испытания. Видите, каждая вера, она по-своему. Допустим, еврейская вера связана со знанием, поэтому они все умные ходят. Да, второе, и шашин такие все умные вообще. То есть Бог их знанием наполняет. Разумом. Разумные люди становятся. В этом все евреи боятся. Разумные все. Анекдоты всякие про них ходят, все знают. Христианская вера делает человека сострадательным, глубоким, способным пожертвовать собой. Мусульманская вера делает его могущественным, сильным и так далее. Видите, каждый Боги свое находит. Поэтому нет здесь никаких противоречий. Просто есть разница. Все это разное, не похоже друг на друга. И мы должны к этому нормально, спокойно относиться. Потому что цивилизованный мир – это мир, в котором мир – самую главную ценность иметь. Не мое лучше, твое хуже. Это же уже было все. Все люди, большинство людей погибали на почве религиозных или этнических, или политических разногласий. Мое лучше, чем твое. Вот и все. Моя страна лучше, чем твоя. Моя вера лучше, чем твоя. Мой народ лучше, чем твой. И так далее. Эта песня уже известна. Но она никому не помогла. Люди просто гибли, и все. Надо научиться любить друг друга. Есть четыре стадии разрушения мира. В сердце, в семье, на работе. Это четыре стадии влияния времени. Запомните. Здесь все одно и то же. Время разрушает веру. Вот что она делает. Веру во что? В любовь. Время разрушает веру, любовь. И если вера, любовь разрушена, тогда разрушается все дальше. Вот как действует время. Первая стадия в семье. Мы разные. Вот жили-жили вместе и чувствуем. Ну что-то мы какие-то разные. Не одинаковые, разные. Она как-то сама по себе, я сам по себе. Мы разные. Вторая стадия влияния времени. Мы не то, что мы разные. Она какая-то плохая. Я хороший, она какая-то плохая. Плохой человек она, оказывается. Я-то хороший человек, а она вот плохой человек. Вторая стадия. Третья стадия. Да она не плохой человек, она злой человек. Она враждебный человек ко мне. Чужой человек, враждебный человек. Не наш человек, не наш этот человек вообще. И четвертая стадия. Развод. Война. Объявление войны. Здоровье. Что-то я чувствую себя не так, как обычно. Что-то у меня не так внутри, как вот обычно. Что-то не то. Вторая стадия. Что-то мне плохо. Третья стадия. Это неплохо. Это какой-то ужас, что со мной происходит. И четвертая стадия. Ту-ту-ту-ду. Это реанимация, четвертая стадия. Между странами. Первая стадия. Мы разные. Вторая стадия. Мы хорошие, они не очень. Третья стадия. Мы враги. Четвертая стадия. Вставает страна огромная. И всех убивают. Веды говорят. Это просто влияние времени. И просто мудрец это тот, кто распознает это влияние времени. И прилагает к миру столько усилий, сколько нужно. А усилий может быть нужно очень много. И когда настоящий вот посол, да, настоящий мудрец приезжает в другую страну. Он способен один, этот один человек, если у него есть вера в Бога. Он способен один из стадии войны перейти на стадию вражды. Из стадии вражды перейти на стадию, как бы, противоречий. Из стадии противоречий перейти на стадию различий. Из стадии различий перейти на стадию сотрудничества. Представляете, какая сила в человеке может быть? Это исторические факты есть на это. Один человек может спасти жизни тысяч людей, если у него есть сердце-любовь. И он способен с любовью к людям обращаться и принимать все, что они говорят. Они будут ругаться, кричать, да мы вас там всех сотрем. Да, конечно, все правильно, согласен. Но вот у нас тоже есть немножечко своя правда. Вы уж примите, пожалуйста, чуть-чуть хотя бы ее. И они, ну, чуть-чуть можем, да. И все, войны уже нет. То есть, если в этом мире, на этой земле, у каждого человека в сердце не хватает силы любить, начинается война. И все люди гибнут. Поэтому, если вы хотите мира на земле, если вы хотите, чтобы здесь, на этой планете, все было хорошо, учитесь любить Бога. Учитесь наполняться такой любовью, которая будет неразрушима. И тогда вы увидите, что станет легче жить. Будут события происходить, неожиданные какие-то. Один президент должен прийти в какой-то стране, который должен войну начать. А приходит другой, который войну не хочет начинать. Это чудо, которое молящиеся люди сделали, понимаете? Парадокс. Никто объяснить не может, почему так произошло. А так произошло, потому что кто-то молился, чтобы не было войны на этой планете. А кто молился? А вот я даже знаю, есть некоторая информация. Например, я узнал недавно, что полгода назад 100 тысяч буддистов собралось в Таиланде вместе и молились за мир. И так далее. Такие люди находятся, которые понимают, как правильно жить. Не только на уровне своего собственного тела, а также на уровне всей земли. Потому что на земле не хватает только мира. Все остальное у нас есть. В здоровье и в организме человека не хватает только здоровья. Все остальное есть. В семье не хватает только мира. Все остальное есть. На работе не хватает только мира. Все остальное есть. Нам не хватает в этой жизни только любви. А любовь идет только от Бога. Люди нищие, они не могут сами наполниться любовью. У нас не хватает сил. У Бога есть любовь, любви. Он как солнце сияет любовью. Он соткан из любви. Него хватает. Но мы его не видим. Деды объясняют, что когда человек живет своими заботами, думает только о своих заботах, он от Бога улетает и гаснет. Как искрка от солнца летит и гаснет. Когда человек спять идет, он как бы думает, все, меньше работы, меньше болтовни, меньше телевизора. Больше думать буду о Боге, молитва, работа над собой, бег там, служить людям. Я желаю всем счастья. Как служить? У меня нет ничего. Что я людям дам? У тебя есть. Повторяю, я желаю всем счастья. Бесплатно. Что платить не надо вообще? Ты людям отдаешь самое лучшее. Счастье отдаешь. А мне? Не думай об этом. Как один человек говорит, Олег Геннадьевич, вы не понимаете, что когда вы людей лечите, вы отнимаете от себя здоровье. Вы скоро заболеете. Я говорю, я наоборот здоровее становлюсь. Как лечить начал, так больше здоровья. Он говорит, это иллюзия. Я говорю, это вы в иллюзии находитесь. Он говорит, почему? Я говорю, потому что есть материальные законы, а есть духовные. Я говорю, если вы улыбаетесь кому-то, вам назад улыбка возвращается. Сколько улыбки получилось? Вы отдали улыбку, получилось сколько? Две. А если вы 300 человеком улыбаетесь, сколько назад получаете? 300 улыбок. Вот она, духовная арифметика. Если человек лечит бескорыстно людей, радуется им, они назад благодарность отдают. Благодарность в виде здоровья входит в организм. Так не бойся отдавать тогда. Отдавай честно просто людям. Отдавай себя, и ты получишь назад больше. Веды говорят, тот, кто за счастьем бежит, счастье от него убегает. Тот, кто про счастье забыл, отдает его другим, оно само бежит за ним. Но главное не поворачиваться к нему. Делать вид, что его нет. И отдавать, отдавать, отдавать. Как только себя счастливым почувствовал, оно убежало сразу. Потому что счастье только Богу принадлежит, его не надо присваивать. Почувствовал себя счастливым, отдавай, отдавай. Не держи у себя. Это невозможно. Счастье никто не может не взять. Хотя я вам счастье отдаю, вы можете не взять? Попробуйте хмуриться на лекции, у вас не получится. Будете улыбаться все равно. Давайте послушаем одну песенку еще. Та аллегория, она известно, я не знаю, этот автор знал об этом или нет, но Бога в ведах сравнивает с Солнцем. Не то, что Бог — это Солнце, это сравнение. Поэтому искорка, душа должна, хоть этот путь неведом, все бегут куда? На работу, с работы, все живут своими мыслями. Да, человек рано утром встает и думает, что сейчас делать утром, непонятно. Так слишком рано, как бы все спят. Вот. Этот путь неведом. Человек думает, он не знает, что утром делать. А утром надо идти дорогой добра. Садись перед алтарем, включай наушники, чтобы никому не мешать молитву, начни повторять так, чтобы никому не мешать молитву. И потом будешь жить другой совсем жизни, которая тысячу раз слаще, чем просто эта суета, которой мы живем. А потом тебе все получаться в жизни начнет уже. Все, что ты хочешь добиться в жизни, все получишь. Первая стадия это повернуть себя в сторону солнца. Начать молитву, начать природу, начать счастье. Я желаю всем счастья людям. Бегаю на природе или гуляю там, зарядки делаю, что хотите делать там. Главное, чтобы двигались и любили все вокруг. Я желаю всем счастья людям и молитва, обращенная к Богу. Или добрые дела там в храме. Ну, как-то с Богом контактируйте. Наполнение придет. Когда наполнение придет, следующий этап, вот такой, наполненный человек только так может сделать. Отдать себя. Надо отдать себя. тогда начинается жизнь, настоящая жизнь, тогда у человека начинается. Жизнь начинается с пожертвы, с жертвы. Отдать себя. Жизнь, живь, живь. Жизнь, живь, живь. Как научиться мне жить. Уметь, убить, уметь, прощать. И наказать себя отдать. И наказать себя отдать. Жить, жить, жить. Поняли систему? Жить означает до конца себя отдать просто и все. До конца себя отдать. В этом смысл человеческой жизни. Не копить, не терпеть, не принимать, не мучить других. Отдать себя, отдать, заставить себя это сделать. Очень трудно. Нужна сила от Бога, нужна молитва. Очень тяжело. Но это единственный способ. Какие у вас вопросы по этой теме, по победе над судьбой? Как вы уже побеждаете судьбу и какие-то вопросы. То есть вы уже начали это делать. Да, здравствуйте. Я прослушала с лекцией про новое лонаро в санкт-петербурге. Поближе. И как бы все равно у меня вот свой вопрос, да, который меня мучает. Это отношение, допустим, с папой, с мамой. И я как бы принимала вот эту вот ситуацию, я успокоилась. Но все равно вот этот вот хайл он все равно... Вот, смотрите, смотрите, вот. Она приняла. Но все равно тяжело. Но все равно тяжело. Она приняла, и что она теперь бит? Это тяжело. Это страдание или нет? Ну, сейчас, наверное, страдание, да. Смотрите, она приняла и все равно страдает. Знаете, почему? Потому что, когда человек принимает судьбу, он соединяется со своей судьбой. Но судьба от этого не меняется. То есть, она приняла своих родителей, какие они есть. Что это значит? Это значит, что она теперь может стать счастливой, начать работать над судьбой. Нет, это все родители, а с папой. Хорошо. Замечательно. Замечательно. Ничего не меняется. Приняли ситуацию. Теперь нужно делать следующее. Делать следующее. Теперь нужно понять, что теперь нужно не просто ситуацию принимать, а надо сейчас помнить о молитве о Боге и в этой памяти жить. Жить не в ситуации, не с болью в сердце жить, а свою память и жизнь переключить на молитву. Давайте сейчас будем тренироваться с вами. Слушайте молитвы, повторяйте, я желаю всем счастья, пытаясь отвлечь от ситуации, слушайте голос, забудьте про ситуацию. Слушайте тех, кто молится, повторяйте, я желаю всем счастья, все силы вместе с ними, старайтесь не быть прикованной к ситуации. Вот смотрите, вы начали это делать и вас перетягивает на ситуацию. Не чувствует, что вас туда тянет сердце, а вы сильнее слушаете. Через силу слушания человек отрывается от ситуации, потом он начинает побеждать. сначала он отрывается от ситуации, потом наполняется внутри и потом сжигает ситуацию. Старайтесь не думать о том, чтобы эту ситуацию исправить, а думать о тех, кто поет и желать всем счастья вместе с ними, оторваться от ситуации, не думать, что вы должны ее исправить, не думать о своей боли, думать о тех, кто молится. Субтитры создавал DimaTorzok